доброе утро мои родные и дорогие а сегодня я еду бьюти саплай где я беру тоже разные там в общем средства более профессиональные краски в эловские там шампунь окрашивающий ну такое все что там перчатки кейпы которые для клиентов в общем все все профессионально я уже покупаю в основном в этом магазине в этом бьюти саплай называется tbbs что в принципе является по моему как торонто барбер энд бьюти саплай что-то что-то такое это сеть у них несколько магазинов один в ричмон хиле это тот в который я сейчас направляюсь до этого я покупала на orfus road там где я училась вот у них прямо вот под моей школой был и там было действительно у них хорошо я после школы заходила а сейчас конечно школа далеко но у меня здесь на янке тоже написано в общем-то 5 километров так же как этот мой другой саплай он платин тоже 5 километров именно в этом их нем отделе я ни разу еще не было в этом в этом офисе как бы в их нем представительстве мне нужно вернуть кое-какие краски которые мне не пригодились вот вернул их и возьму мне нужно было что взять для завтрашнего сервиса ну и посмотрю что там еще есть вообще как хочу посмотреть вот себе этот крэмплер вот этот вот гофре о котором я вам рассказывала хочу посмотреть сколько он стоит новый но если такой не супер-пупер профессиональный брать а такой знаете средний сколько он будет стоить примерно вот вроде как у меня на него выделенный бюджет уже имеется хочу посмотреть вот пока я стою на светофоре вот у меня здесь есть кое-что что я должна вернуть красочки вот такие нужно вернуть которыми мне не пришлось воспользоваться хорошие там еще есть несколько и одна джойку я брала вот это это получается semi color это у них есть такая линия ярких красок которые нужно наносить на обесцвеченный волос для того чтобы получить максимальный результат я вам могу сказать что я его пробовала носить просто на волос на не крашеный ранее волос он красиво ложится но он абсолютно не держится то есть он смысл человеком буквально можно сказать за три раза то есть там какой-то уже такой блеклый оттенок остался что вообще непонятно что там за цвет был то есть синий превратился в какой-то вообще не седой непонятный это у выкрашенных извиняюсь волос ранее у обесцвеченных а на натуральных волосах он просто смылся со второго раза и следа не осталось и у меня вот остался один тюбик то что я брала там в общем фиолетовый синий и оранжевый мне нужно было для слияния цветов у меня была такая арта краска пробная и в общем короче не понравилось мне и вот одна у меня осталась закрытая еще упаковочка я ее хочу вернуть вот безусловно с красками нужно уметь работать и знаете когда вы хотите яркий насыщенный цвет цвет получить нужно действительно четко знать с чем ты работаешь я пока что знаю что как можно добиться таких ярких цветов немножко другим путем пока что на обесцвеченный волос мне еще ни разу не пришлось вот прям нанести и получить такой вот результат как на картинке да вот ярко синий ярко фиолетовый вот такие цвета пишите если вот вы мастер в индустрии нашей напишите как вы добиваетесь ярких цветов вот какими методами и какими линиями вы пользуетесь какими брендами это интересно всегда будет узнать вот так что сейчас я еду посмотрю что это за store я никогда в нем не была думаю что то что мне нужно купить там есть нужно купить кое-какие solutions вот у меня будет специальный сервис хочу посмотреть что у них там есть и естественно еду утром к 9 у них открываются одни с 9 чтобы успеть гости машину хоть как-то вернуть сейчас конечно уже небольшие пробки потому что люди едут на работу время не 7 утра все-таки ну что делать я думаю почему то что они открываются достаточно но по логике вещей нет смысла открываться рано потому что все в основном парикмахерские сегодня открываются если раньше открывались рано чтобы люди могли перед работой прийти прийти и навести марафет вот сейчас уже нету такого ничего и поэтому все вот эти барбер шоу помостью парикмахерский открываются поздно в 10 часов самое ранее вот и поэтому нет смысла им открываться в 7 потому что все равно даже если мастеру что-то нужно мастер успеет все купить до открытия салона до 10 часов у него в принципе есть достаточно времени вот куда эта женщина полезла через дорогу если у нее нету пешехода сейчас и так не показала вам внутри потому что не было времени если честно вот я купила для химической завивки мне нужны были вещи у меня есть клиент и кейпе я купила такие шапочки с резиночкой у меня есть просто клееночки которые одеваются например если вы покрасили голову да и нужно чтобы процесс лучше быстрее шел вы одеваете шапочку у меня есть такие не шапочки такие просто как клееночки это с резиночкой чтобы еще больше держали тепло именно для химической обработки и и резиночки вот такие вот резиночки пластиковые белые черные профессиональные силиконовые и такие вот а заколочки для волос это мне все нужно будет для а моих укладок хочу покупать у них был один всего лишь гофре который по всей видимости либо последний либо вернули он не самый большой он вообще самый минимальный мне кажется там вот эти вот лопаточки сами очень маленькие они прям не то что маленькие узкие очень то есть должны быть где-то два с половиной сантиметра хотя бы это мне кажется там вообще сантиметра полтора стоит 75 долларов я подумала ребят это не самый лучший вариант поэтому я пока повременю поеду еще в какие-то другие beauty supply посмотрю поизучаю с этим спешить не надо вот так что все это были еще одни покупки профессиональные для парикмахеров в Диане в Канаде в Канаде Субтитры сделал DimaTorzok